И продолжая тему туризма, отправимся в Кавказский заповедник. Тем более, что там открылась тропа леопарда. Создать новый маршрут и дать ему имя в честь переднеазиатских хищников эту идею Кавказского заповедника поддержал Всемирный фонд дикой природы. Отмечу, что вся история самого заповедника связана с зубром. Именно его популяцию восстанавливали более 40 лет, и это получилось. Сегодня на лоне вольной природы пасутся целые стада краснокнижных, парнокопытных. Ну а теперь открыта новая страница истории, новый символ и новый маршрут. Услышать историю о диком, практически исчезнувшем животном, увидеть его следы, узнать, как он живет, где охотится и где прячется. Все это возможно, стоит только пройти по тропе леопарда. Вот буквально мы с вами идем по тропе, он может быть в трех метрах, но он настолько обладает маскировкой, что вы никогда не узнаете. У нас была похожая ситуация на выпуске леопардов. Оказалось, что один из самцов, он не ушел никуда в первый день. Он залез на большую пихту и там сидел. Ходило много людей, событий, было куча фотокорреспондентов и видео. И никто его не заметил. Его заметили уже потом на одной из фотографий при огромном увеличении, случайно. Это был первый в мире проект по возвращению переднеазиатского леопарда в места его прежнего обитания. Программа сложная, со множеством трудностей, избежать которых нашим ученым не удалось. Из трех выпущенных на волю в 2016 году пятнистых хищников, двое, самка Виктория и самец Килле, в разное время, но в одной местности, на территории Абхазии, попались в ловушки, расставленные людьми и погибли. И это при том, что охота на краснокнижное животное является уголовным преступлением. В августе прошлого года на территорию заповедника выпустили еще одного леопарда – Артека. Однако, чтобы восстановить популяцию, нужны самки. Почему-то рождается сейчас больше самцов. Есть самки, но они, например, сестры этих самцов. И мы, соответственно, не хотим сильно близкородственного сокрещивания. Поэтому мы не выпускаем сестер в ту же местность, где есть самцы от тех же родителей. Но ученые оптимизма не теряют и уже в следующем году готовят к выпуску на волю новых девочек. Тогда, возможно, образуется пара и популяция станет на шаг ближе к восстановлению. А через 10-20 лет пятнистый красавец прочно займет свое место в экосистеме Кавказа. Но пока для хищников готовят большую дорогу в будущее, здесь, на кордоне Гузерипль, туристов ждет тропа леопарда, которая дает возможность познакомиться с его средой обитания. Маршрут несложный, всего 2 километра, на котором можно и за животным миром понаблюдать, и растительным полюбоваться. Мы первые, кто идем по тропе леопарда. С учетом того, что около половины туристов начинают свой путь в заповедник с территории Адыгеи, точнее, с кордона Гузерипль, маршрут обещает стать популярным. Глава Адыгеи и директор заповедника перерезают красную ленточку и открывают скульптуру нового символа заповедника. Здесь надеются, что переднеазиатский леопард не только восстановит популяцию, но и принесет удачу всем проектам на территории Кавказского заповедника. От создания новых троп до новых экскурсионных объектов. Постали задачу ежегодно увеличивать туристические маршруты. Мы сейчас хотим открывать тоже еще один новый маршрут, это лагерная Киша. Почему Киша? Это там создавали, завезли первого зубра в 1936 году, чтобы люди приехали в Кузиле, посетили не только, допустим, веревочный парк, посетили тропой леопарда. Захотел, пошел на Кишу, захотел, отсюда поднялся на лаганаки. Начинаем заниматься зимним видом спорта. Глобальная же цель и заповедника, и региона – это развитие экологического туризма. Интерес к нему у населения России возрастает с каждым днем. Только за прошлый год экологические тропы Кавказского заповедника посетили порядка 310 тысяч туристов. Надо развивать туризм, чтобы людям, живущим на этой территории, было чем заниматься. Это доходы, это доходы бюджета, это качество жизни. Туристические объекты должны быть, турпродукт должен расширяться, и качество турпродукта должно улучшаться. Тогда будет возможность развивать эту отрасль. Сама природа, памятники природы, уникальные объекты, они для этого позволяют все, чтобы мы претендовали на одно из тех мест, куда люди будут стремиться ездить. На территории Адыгеи 18 особо охраняемых природных территорий республиканского значения, пять из которых включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. И именно сохранение этого богатейшего природного наследия – главная задача сегодня. Глава уверен, развивая туризм, сохранять первозданность природы, защищать редкие виды растений и животных возможно. Конечно, при грамотном распределении приоритетов, вложении средств и объединении усилий экологов, власти, общественных организаций, волонтеров и уважении к природе и животному миру самих туристов. Ведь к большой дороге в лучшее будущее обычно ведут маленькие тропинки.